Здоров или болен? Диагноз за несколько минут. В Новосибирске стартует акция проверяться на ВИЧ не стыдно. В ее рамках по улицам мегаполиса будет курсировать специальный диагностический автомобиль. Подробнее Анастасия Чернышева. Количество ВИЧ-инфицированных по сравнению с прошлым годом выросло на 7%. При этом традиционный способ инфицирования употребления наркотиков сейчас уступил половому, что привело к засилию вируса среди работающего и социально активного населения. Нельзя исключить элемент определенной половой распущенности среди нашего населения. Незнание до сих пор, как это не печально, методов контрацепции или знание, но пренебрежение этими методами. Специалисты уверены, главный путь решения проблемы – профилактика. Для того, чтобы не допустить распространения инфекции, необходимо соблюдать нехитрые правила. Никаких наркотиков и случайных связей. Совсем скоро по улицам Новосибирска начнет курсировать мобильный пункт, в котором можно будет пройти тестирование по слюне. А уже сейчас сдать кровь на ВИЧ можно в любой поликлинике и непосредственно в центре СПИД. При добровольном тестировании – это просто регистрация пациента. Если он пожелал открыть свое имя или анонимно, если он не хочет говорить, кто он, пациент получает направление, идет в процедурный кабинет, забирается анализ и в течение двух-трех дней результат готов. Медики стремятся к тому, чтобы 90% ВИЧ-инфицированных знали свой статус. Из них 90% получали антивирусную терапию и 90% носителей были не опасными для окружающих. Анастасия Чернышева, Константин Менин. Новости ОТС.